Чак Норрис Доброе утро. Доброе утро, профессор. Бусидо. Путь самурай. Это кодекс чести, который руководил каждым его вздохом. Самурай знает, что последнее и решающее испытание ждет его только перед лицом немедлой смерти. Стоять перед лицом смерти бесстрашно и непреклонно. Не искать смерти. Но принимать ее. Вот завершение жизненного пути со мной. Ну, чувак, это классно. Да, классно. Кстати, Стюарт. Да, сэр? Профессор, чувак. Рио-де-Жанейро. Да, здесь красиво. И все были просто великолепны. Бразильцы отличные народы. Когда твоя речь о тропических лесах? Завтра в 10 утра. А потом я еду в детскую больницу здесь, в Рио. Секретная служба Соединенных Штатов. Подохраняемая территория. Эй! Ход посторонним запрещен. Как мама? Все хочет заново отделать комнаты Линкольн, а в остальном прекрасно. Слушай, почему ей никогда не нравилось? Она хотела, чтобы я вышла замуж за врача. Прошу прощения. Вам нельзя находиться на этом этаже. Я не понимать английский. Мы на месте. Безопасность обеспечена. Пойди на пляж. Дорогой, ты видел, что здесь носят на пляже? И я тебя люблю. Что вам нужно? Да, сэр. Уже бегу. Терористы называют себя армией освобождения народа. Они требуют 100 миллионов долларов и оружие для снижения правительства Бразилии и полной дестабилизации региона. Мне наплевать, что они там требуют. Сэр, они уже убили шесть человек. Наше правительство не ведет переговоров с террористами. Но, сэр, у них ваша жена. Я понимаю это. Благодарю вас. Благодарю вас. Композитор Кристофер Стоун. Кристофер Стоун. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы в пяти минутах от места, сэр Удачи, сэр Удачи! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Приятно было познакомиться. Добро пожаловать в ДimaTorzok 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 Тогда надо найти себе замену, как я нашел тебя. Богата, Колумбия. Итак, слушайте все. Согласно нашим источникам, карты Сантьяго поставляют в Соединенные Штаты до 40% всех нелегальных наркотиков. Извините, сэр. Да, сержант. Не то, что мы против лететь туда, но если вы все это знаете, почему бы не бросить туда пару ракет, а нам не отправиться домой? Дело в том, что картель устрадавшколу. Школу? Да. Там учительница и около 20 детей. Что? Этик-гады... Ваша задача уничтожить завод при разумном количестве человеческих жертв. Разумном количестве? Лейтенант, что это за количество? Пять детей? Шесть? Все, хватит, сержант. Запомните, основная цель уничтожения завода. Понятно? Да, сэр. Манцана. По-английски яблоко. Одно красное яблоко. Одно красное яблоко. Красное яблоко. Красное яблоко. Хорошо. Два красных яблока. Два красных яблока. Очень хорошо. Очень хорошо. Нет, сеньор Ради бога Ради бога, думал бы о боге раньше До своего поступка Нет, сеньор Что будем делать? Ради бога Убить его? Нет У меня еще пол ведра мечей Запомните, вертолет будет ровно через час Через час Жду вас Ладно, пошли Вперед Все нормально, давай ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так Мы в 15 минутах от цели 30 минут на задание и 15 минут, чтобы вернуться к вертолету Вопросы есть? Да, Дик, у меня вопрос Ты женишься на мне? Я бы с удовольствием, но уже обещал Добсону Хорошо Помним Вместе туда, вместе обратно Вперед, джентльмены Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Говорите по-английски? Да Хорошо, надо вывести детей из территории Зачем? Мэм, отведите детей в безопасное место Хорошо Говорите по-английскин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Освободить тебя Сеньор Думаю освободить Готовы? Хорошо, давайте Давай, давай, взрывай Ну давай, какого черта? Ну же, взрывай Быстро, быстро Где Баррелс и Добсон? Не знаю, они шли за нами В чем дело? Нет двух человек Надо уходить Взрывай Отлично, пошли Ну давай же Держись Я не могу больше ждать Мы должны лететь Нет, мы остаемся Взлетай Нет, он не взлетит Я отдал приказ, солдат Я отдам вас под суд, Слейтер Ну тогда, чтобы было за что Сержант, вон они Прикройте меня Назад Назад, Назад, Слейтер Слейтер Он ранен, Сержант Все вертолет Держись, все были в порядке Кажется, лейтенант тоже побывал в бою Мы принимаем во внимание обстоятельства И понимаем заботу сержанта Слейтера о людях Но факт остается фактом Вы не подчинились приказу И ударили вышестоящего офицера Суд вынужден приговорить вас Семи годами заключения В федеральной тюрьме Тюрьма Ливенворд Три месяца спустя Хороший бросок, Слейтер Вот он Есть ли закурить? Извини, не курю Я тоже Проваливай, Слейтер Может, не стоит? Это не твое дело А я думаю, мое Ну что ж, хочешь с ними ошиваться Можешь с ними сдохнуть Все классно? Спроси их Ты перешел черту с Лейтер Пути назад нет С дороги Смель, Лонгрен Прогуляемся Слейтер Посмотрим Какое-то крутое Бестое в черномазах Ты ведь не хочешь этого делать? Не хочу Нет Абсолютно Ну а Можем Абсолютно Грэй 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 Мы . Грэй Эй Грэй Абсолютно Он ударил его ножом. Охрана! Он мертв. Пошли, Слейтер. Мы все стояли и разговаривали, и вдруг Слейтер просто ударил его ножом. Следующий свидетель. Я вовремя оттуда убрался. Он из спецназа. Они там все убийцы. Хорошо, что остальные живы. Обвиняемые встаньте. Вы приговорены к 30 годам тюрьмы. У меня для тебя еще 12 кандидатур. Вот этот кажется наиболее перспективным. Дик Слейтер. Он в тюрьме? Да, но я изучила обвинения против него. По-моему, с ним обошлись несправедливо. Этот парень мог бы с успехом учиться в любом университете страны и везде получать именную стипендию. А он пошел в армию? Интересно. Ладно, выберем его. Слейтер. Я ваше освобождение, мистер Светер. Откройте М-409. Что значит, не можете сказать? Что именно вам непонятно, мистер Светер? Секунду. Послушайте. Вы без объяснения вытаскиваете меня из тюрьмы. Что, несколько оскорбите меня. Приводите сюда. Для встречи с каким-то загадочным человеком и говорите, что не можете сообщить мне подробности. Вы все понимаете абсолютно правильно. Так. Это тот самый? Учитель? Профессор. Минутку. Это и есть тот человек, который сообщит мне подробности. Итак. Кто вы? Мне надоело выглядеть дураком. У меня есть вопросы, и я хочу знать ответы. Слушай, ты... А что ты хотел узнать? Человек-президент? Это должность существует со времен Авраама Линкольна. С тех пор у каждого президента есть человек, который вам может поручить любое задание. Любое задание. Понятно. Разумеется, в границах здравого смысла и морали. Должность строго засекречена. Даже то, что она существует, известно немногим. Значит, Белый дом это отрицает? Вот именно. А сейчас вы и есть тот самый человек, президент. Точно? И хотите уйти в отставку? Ну, что-то вроде этого. Откуда вы знаете, что я вам подхожу? А я и не знаю. Пока. Что это за место? Наш тренировочный зал. Как видишь, здесь есть все, что тебе нужно. Включая мою любимую трассу. Я называла ее проклятая трасса. Так, когда начнем? Рада, что ты такой энтузиаст. Надолго? Она всегда такая ядовитая. Бывает и хуже. Не плач. Но мы это делаем не так. Что она не имеет в виду? Сейчас пока. Ты теперь понял? Понял. КОНЕЦ Один, два, три, четыре, пять. Так вот, как вы это делаете. Ладно, попробуем еще. Меделин, Колумбия. Генерал Трен. Привет, генерал Трен. Добро пожаловать. Спасибо, сеньор Сантьяго. Мне очень приятно. У вас есть плутоний? Спасибо. Это мне очень приятно. Ты не взял брокколи? Я не люблю брокколи. Мне наплевать, любишь ли ты брокколи. Ты должен есть брокколи. Джордж Буш не ест брокколи. Ну, ты же не Джордж Буш. Интересно, а какой он? Кто, Джордж Буш? Нет, президент Мэтьюс. Он ничего? Си-гаган? Не знаю, когда с ним не встречался. Связь с президентом обеспечиваю я. Поэтому, если дело провалится, то с Белым домом связь установить нельзя. Ешь брокколи. Видишь, она не только к тебе пристает. В идеальных условиях хорошо тренированный боец имеет преимущество перед менее тренированным противником. Но если условия не идеальны, ты устал, голоден, умственно и физически изнурен, что тогда? Ты должен развить способность поддерживать силы и концентрироваться. Мозг ничем больше не должен быть. Физическое, умственное состояние, забота о своей безопасности, даже твоя жизнь. Ничего не существует, кроме задания. Это разработано специально для нас с лучшими умами в компьютерной индустрии. С помощью этого можно войти в мировую спутниковую связь, связаться со мной, по особой кибертехнологии и получить доступ в секретные файлы через ФБР. Вопросы? Только один. Пасьянс там есть? Люблю пасьянса. Слушай, внимательно. Связь действует по всему миру. Также есть радиоуправляемое взрывное устройство. Ты набираешь номер доступа и свой код. В телефоне ядерная батарейка размером с туловку. А это что такое? Здесь Си-7. А это делает Си-4 похожим на простую замазку. Послушайте, это глупо. Что глупо? Драться мне с Квэй. Не обижайся, но я слишком сильный противник. Правило номер один. Нельзя недооценивать противник. Просто я не ожидал. Пусть попробуют еще раз. Правило номер один. Ладно, я понял. Хорошо, начали. Продолжение следует... Когда тот парень покажется, бросай. Одна секунда. Но может стоить жизнь или смерть. Используй инерцию своего тела. Концентрируйся на задании. Не думай больше ни о чем. Попробуй еще раз. Да, попробуй. Как ты познакомилась с Джошио? Я знала его всю жизнь. Правда? Из твоего досье известно, что ты вырос без родителей. Что с ними? Не знаю. Когда мне было три года, меня бросили в церкви. Ни записки, ни объяснений. Ничего. Если хочешь, я могу найти твою семью. Спасибо. Может, потом. Когда-нибудь. А ты? Где твоя семья? Моя семья Джошуа. Нет, я имею в виду настоящую. Джошуа – моя настоящая семья. Он мой отец. Он встретил мою мать во Вьетнаме в конце войны. Они победили друг друга и поженились. Вскоре появилась я. А где твоя мать? Ее убили. Их с отцом предал человек, которого они считали другом. Шах и мат. Я ненавижу эту глупую игру. Потому что не умеешь в нее играть. Здравствуй, сэр. Да. Выезжаю. Я. Я. Вытащите ее оттуда, невредимый. И все будет сделано, президент. Надеюсь. Дона, я готов к брифингу по Индонезии. Ее зовут Кортни Лайнс. Дочь сенатора Боба Лайнса? Единственная. Три месяца назад подружка уговорила ее вступить в религиозную секту. Три дня назад мисс Лайнс удалось передать отцу в сообщение. Она хочет вернуться. Но ее не выпускают. Именно. Минута. Дочь сенатора держит против ее воли. Почему бы не послать туда морскую пехоту? Слова «ветвь древа Давидова» тебе о чем-нибудь говорят? Понятно. Все, кто называют «избранные», их лидер, бывший продавец подержанных машин, Дуглас Уэдерби. По какому праву Вашингтон диктует нам? По какому праву эти политики требуют от нас уважения? Зверь стучится в дверь, но мы его не пустим. Мы суверенная сила. Суверенная нация. И мы будем стоять до конца за наше право оставаться свободными. Правда, днем что-то есть? Один вопрос. Охрана там не впускает или не выпускает? Наверное, и то, и другое. Вот она. Это работает? Ружье стреляет маленькой пулей с элементами радиоактивного изотопа. Это будет похоже на пуск пчелы, а изотоп позволит отслеживать ее движение в течение 20 часов. Мы ждем темноты. Мы? Да я это сделаю один. Почему? Это задание слишком простое. Я войду, заберу ее, и никто ничего не заберет. Задание не бывает слишком простое. Я не уверен, что ты готов. Есть только один способ это выяснить. Охрана контролирует границу. Ты заходишь со стороны озера. Вот здесь. Хорошо. Никогда не видел фотографии с такой чертой стихо. Их передают прямо со спутниковой сети. Что такое спутниковая сеть? Глаз в небе. На планете почти не осталось мест, которые мы фотографируем круглые сутки. Просто говори в этот микрофон. Как обычно. Ладно. Дай мне руку. Что это? Радиоактивный изотоп. Красная точка. Кортни Лайнс. Голубая ты. Хорошо. Помни, забираешь ее и сразу обратно. Ясно. Но, мистер Ройтервей, закон о борьбе с внутренним терроризмом Конгресс рассмотрит на следующей неделе. Тогда нам конец. Кто лоббирует закон? Сенатор Лайнс. Приведите Кортни Лайнс. Пожалуй, пора послать сенатору весточку. Приведите Кортни Лайнс. Мистер Ройтерби хочет тебя видеть. Кто вы такой? Я буду еще раз отсюда. Пошли. Нет, я не пойду без Кэти. Мэм, я должен забрать вас. Пойдемте. Я не пойду без нее. Поймите, она моя лучшая подруга. Я не могу оставить ее здесь. Ладно, где она? Кэти! Кэти, пошли. Мы отсюда уходим. Я тебе говорила, я никуда не пойду. Кто вы? Слушай, Ройтерби просто сумасшедший. Мы должны идти с ней или без нее. Я никуда не пойду. Я не уйду без нее. Стоять! Мистер, не знаю, кто вы, но вы совершили большую ошибку. Кто вас послал? Никто. Я друг этих девушек, и я забираю их. Вы никуда никого не заберете. Я уйду без нее. Что там случилось? Она не шла без подруги. У тебя было задание. Знаю, Джоша, знаю. Послушай, извини меня. Я подумаю. Тебе надо с ним поговорить. Это просто разговаривать. Так, поговори с ним. Я знаю, ты думаешь, что я все провалил. Я не думаю, а знаю, что ты все провалил. Я следовал своим инстинктам. В этом и проблема. Ты следуешь только своим инстинктам. Может, ты ударил лейтенантом? Я не мог оставить двух человек. Я тебя понимаю. Но у тебя был выбор. Какой? Какой выбор? Скажи мне. Думай сам. И о том, что ты убил человека в тюрьме. Это была самооборона, ты знаешь. Опять ты следовал только своим инстинкту самосохранения. Почему ты клонишь, Дроша? Потому что в жизни нужно следовать не только своим инстинктам. А чему еще? Для чего тебе мозги? Может, я просто не гожусь для этой работы? Может, ты не. Дик, сам не свой. Правильно. Он чуть не сорвал операцию. Что ты собираешься делать? Еще не знаю. Готовишься к зиме или просто тренируешься? Привет, Джошуа. Наверное, и то, и другое. Ну, и что там? Опять стряслось. Пойдусь, я взял не того человека. Почему так думаешь? Он такой самоуверенный, думает, что все знает. А думаешь, ты был не таким, когда начинал? Пожалуй, много. Не так уж немного. Но ты научился. Запомни две вещи. Когда я сказал, найди себе замену, я имел в виду не просто найти, а сотворить. Не смотри на отрицательные стороны человека. Ищи им положительные. И второе. То, что он поступает не по-двоему, еще не значит, что он не прав. Привет. Привет. Как съездил? Прекрасно. Дик, надо поговорить. Я буду вовсе. Нет, это касается всех нас. Ты все провалил. Джошуа, я знаю, но отдай закончить. Ты все провалил. Но из лучших побуждений. Ты можешь делать ошибки. Но важно то, как ты к ним относишься. Так, я не понял. Я уволен? Ты не надеешься. Американцы называют это войной с наркотиками. Но это война против нас. Предыдущую базу они уничтожили. Но никогда не найдут это. Американцы думают, что могут безнаказанно с нами сражаться. Но мы не можем нанести ответный удар. Генерал Трэнд, благодаря вам и вашему плутонию они узнают, как они ошибались. Генерал Трэнд, благодаря вам. Генерал Трэнд. Генерал Трэнд, благодаря вам. Генерал Трэнд, благодаря вам. Один, два, три, четыре, пять. Девушки отдыхают 18 секунд. Да. Неплохо у меня получается. Не надо хвастаться. Я не хвастаюсь, я могу это доказать. Хвастаешься. Этот хвастун раньше тебя позвонит в колокольчик. Да ну. Посмотрим. Я не могу это делать. Честно. Я борюсь за победу. О чем ты думаешь? Не знаю. О цели, о колокольчике. Что тебя остановило? Ты? Точно. Иногда нужно устранить препятствия, чтобы достичь цели. Ты актив. Друзья, игра закончена. Доктор Фрэнсис Андерсон, известный физико-ведущий эксперт по тактическому ядерному оружию, вчера не пришел на работу. Оперативная группа, посланная к нему домой, не обнаружила ни доктора Андерсона, ни его жены, Донны, ни двух дочерей, Стэси и Терри. Управление национальной безопасности и ФБР начали широкомасштабные расследования, которые пока ни к чему не привело. Они считают, что семья похищена? Да. И используют все средства, чтобы найти их. Президент просит нашей помощи. Давайте, выходите все. Что происходит? Кто вы? Вы новый шоу. Чего вы от меня хотите? Честь единиц фактического ядерного оружия. Наши вьетнамские друзья будут обеспечивать нас плутонием, а ты мозгами. Посмотрим, захотят ли американцы бороться с наркотиками, если ядерная бомбочка взорвется в Нью-Йоркском метро. Я не буду вам помогать. Будешь. Уясни себе это. Будешь. А если нет, вся твоя семья умрет. По очереди. Медленно. И мучительно. Понятно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шах, у меня начинает получаться. У тебя уже получается. Но... Так шах и мат. А это... Ненавижу эту игру. Но у тебя получается получше. Обнаружили доктора Андерсона и его семью. Согласно данным разведки из Лендли, их держит племяниками картель Сантьяго по производству наркотиков в Колумбии. Картель Сантьяго? Мы же уничтожили их основную базу. Очевидно, они построили новый завод в отдаленной части колумбийского леса. Координаты есть? По последним расчетам, более 1600 квадратных миль Колумбии контролируются наркодельцами. И сотни их заводов разбросаны по стране. По источникам разведки в Колумбии, Дон Диего Сантьяго заключил сделку с группой бывших вьетнамских офицеров под предварительством генерала Вина Трэна. Вина Трэна? 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 Вина Трэн? Вина Трэна? Вина Трэна? Вина Трэна? Вина Трэна? Вина Трэна? Субтитры создавал DimaTorzok Знаю. Тот самый? Что? Что он сделал? Это человек, который убил мою мать. Открой это. Оружейный плотон. Где вы его взяли? В Колумбии свяжешься с человеком по имени Филиппе Хуарес. Он встретит тебя в этой локации в 4.00 в 4.00. Почему он нам помогает? Его мать, отец, жена и трое детей были убиты людьми Сантьяго. Это веская причина. Да. Еще. Черт, да здесь тесно. Через несколько минут тебе будет очень просто. Три минуты до точки выброса. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До места встречи одна миля к юго-юго-востопу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА